Раритет на колесах. Уникальные экспонаты появились в Нижегородском техническом музее. Теперь там можно своими глазами увидеть первые велосипеды. Старинные двухколесные экспонаты были найдены за границей, в частных коллекциях, затем тщательно отреставрированы. Это редчайший велосипед, который в России вообще называют пауком. Один такой велосипед мог стоить как шесть зарплат у людей, например, буржуазный. В первую очередь привод на переднее колесо. До этого, если смотреть на велосипеды, соответственно, некоторые из них даже можно было ездить просто ногами, отталкиваясь от земли. Обратите внимание вот на эту деталь. Обычно такой велосипед устанавливали у стены. Затем мы остановились на эту приступочку, забирались вот сюда, на седло, отталкивались ногой, и после этого, соответственно, мы могли куда-то там катиться. Еще один очень ценный экспонат нашей коллекции называется Кастотряс. У него еще не было ни пневматических, ни обычных шин, как на нашем Пуке, и поэтому ездить на нем действительно было очень жестко. Ну, действительно, можно было переломать все кости. Скорость он развивал довольно-таки небольшую, гораздо меньшую, чем паук. Примерно 11 километров в час, но на нем уже устраивали первые гонки. Первые гонки в 1868 году проводились именно на Кастотрясах. Он был тоже довольно-таки дорог. Стоил он около 300 рублей. То есть по тем временам были огромные деньги. Один дом мог стоить 50 рублей, корова стоил 3-4 рублей, а велосипед стоил 300 рублей. Мне, наверное, больше паук понравился. Вспоминается фильм Михалкова про Обломова. Он, наверное, один из самых первых. Неудобный, очень, наверное, опасный был. То есть это зарождение эры, наверное, велосипедов с этого началось. Экспонаты интересные, особенно вот этот вот железный конь, Кастотряс, да. Но больше воспоминаний мне всех навеяло. Это то, что сделано в советские времена в СССР. Вот мы начинали с таких.